Алена Игоревна, я знаю, что вы приехали в Чувашию, в том числе и на открытии молодежного лагеря «Молгород». Расскажите, поделитесь своими впечатлениями от этого форума. На самом деле очень интересно. Молодежь заряженная. Мне кажется, действительно, у многих был трудный год, поэтому все очень рады были съехаться. Наверняка там есть старые друзья, которые уже встречаются не первый раз на площадке «Молгорода». Но очень много новых участников. Причем я так понимаю, что постоянных участников где-то порядка 800 человек. И еще в течение всей программы присоединяется еще 600 человек. То есть это действительно очень большой по масштабу, даже в сравнении с федеральными лагерями, которые проводятся Росмолодежью, такой лагерь. Но хотелось бы сказать, что он не только чувашский. Он на самом деле перерос уже конкретно территорию республики, потому что там участвуют и саратовские ребята, и из других регионов. Поэтому даже из Калининграда есть участники. Поэтому на самом деле это очень здорово, когда эта площадка привлекательна для многих ребят, сверстников, которые съезжаются, делятся опытом, общаются. И самое главное, что мы уносим с этого лагеря, это друзей, единомышленников. И, конечно, свежие идеи. Или ты, например, самоутверждаешься, и ты понимаешь, что действительно ты идешь в правильном направлении. И тебе это интересно. Поэтому хорошо, что есть эта площадка. Хорошо, что Михаил Васильевич Игнатьев уделяет ей достойное внимание. Он постоянно приезжает туда. То есть это тоже сигнал для многих регионов, что все-таки такие молодежные площадки должны быть под личным патронатом губернатора. Ну, вот мы уже сказали, что приезжают представители других регионов. В седьмой раз лагерь проводится, этот форум проводится. По-моему, года два или три он уже назад стал межрегиональным, не только Чуварской республики. Но наверняка в других регионах у наших соседей в России проводятся подобные форумы. Вы, наверное, в курсе? Конечно, в курсе. Более того, на большинстве из них я уже точно была. И в рамках предыдущих своих каких-то функционалов и всего прочего, в разных форматах. И в рамках... Просто была участником обычным рядовым. И уже сейчас в том числе езжу и интересуюсь этими площадками. Встречаюсь с участниками, и мы общаемся, и становимся друзьями. Но, конечно, в сравнении даже просто вам скажу, что, мол, город не уступает. Конечно, всегда лучший враг хорошего. Всегда можно развиваться. И я знаю точно, что у оргкомитета очень много пожеланий для того, чтобы действительно совершенствовать эту площадку. Потому что всегда можно улучшить инфраструктуру, всегда можно улучшить питание, всегда можно улучшить площадку. Всегда все можно улучшить. Поэтому хорошо, что они об этом знают, они даже об этом говорят, делятся. Гостей, которые бы они хотели там видеть и прочее, прочее. Поэтому все достаточно на хорошем уровне. И хорошо, что все-таки есть перспективы роста. То есть есть у нас какие-либо, может быть, наработки, которые у нас можно позаимствовать? И есть ли чему, что позаимствовать нам, Чувашской Республике, нашим организаторам? Ну, вы знаете, наверное, хорошо, что сами организаторы являются участниками федеральных молодежных площадок. Такие, как Таврида, раньше был Селигер, и окружные, тоже такие, как Иволга и прочее, прочее. Поэтому мы все там обмениваемся опытом, мы все смотрим на тренерский состав. И, кстати, многие наши участники и оргкомитет являются даже тренерами на тех площадках. Поэтому, естественно, наши чувашские ребята несут свой опыт на федеральный уровень. И причем несут его как действительно реальная сила, как интеллект. И все-таки тренер – это действительно, мне кажется, хороший уровень. Ну и, собственно, и гостями мы тоже ездим, поэтому очень хорошо. Ну, не секрет, что такие молодежные площадки – это все-таки, наверное, одна из хороших традиций, что была в Советском Союзе. Я сама была в подобных лагерях, когда еще был Советский Союз. Но есть, мне кажется, одна площадка, которая была престижна и в Советском Союзе, и которая должна быть престижна сейчас. Это вот я говорю о лагере «Артек», потому что мы хотели туда ехать, поехать там отдохнуть, там, может быть, каким-то образом пообщаться, набраться опыта, новых эмоций. И я знаю, что 25 лет «Артек» буквально не развивался, да, он пришел в упадок. Конечно, да. Но «Артек» – это, конечно, фантастика. У него сумасшедшая легендарная история и репутация, поэтому, конечно, со всего Союза дети стремились сюда. Они уже знали с детства, что есть такая площадка и что это какая-то сказка. Поэтому и родители, главное, тоже стремились, чтобы их дети туда попали. Поэтому, конечно, нужно возвращать былую славу этому лагерю. Сейчас, конечно, эта площадка, к сожалению, была заброшена украинской властью, и Крым, конечно, в целом вообще от этого пострадал. Но, конечно, сейчас идет финансирование на восстановление этой площадки, и сейчас лично министр образования курирует эту площадку. Есть целая рабочая группа, которая занимается этим, поэтому работа ведется. И я надеюсь, что действительно вот то, о чем говорили, что когда-то испытывали наши родители, кто попал, кто не попал, но точно сейчас все родители хотят, чтобы их дети туда попали. Я надеюсь, что все, кто этого хочет, это обязательно произойдет. То есть в ближайшем будущем можно сказать, что Артек, у него появится новая слава на опыте прошлого и с новыми... Конечно, тем более, что я точно знаю, что этим занимается сейчас и наш вот вице-спикер Думы, наш единоросс Александр Дмитриевич Жуков, и он подключил туда к этой работе и Николая Сергеевича Валуева, вам известного, и Сан Саныча Карелина и так далее. Поэтому, конечно, это те люди, которые знают, какой был этот лагерь, потому что они сами из этого времени, они сами там были, поэтому это здорово, конечно. Алена Игоревна, немножко поговорим тогда о другой работе. Где-то, наверное, год назад мы с вами разговаривали о студенческих общежитиях. И вы говорили о своих законопроекте, о своей работе. Вот как сейчас? Сейчас закон принят, закон работает, и мы в партнерстве с Генеральной прокуратурой Российской Федерации отслеживаем его исполнение. На данном этапе закон исполняется, где бывают моменты, что к нам поступают сигналы от студенчества о непомерной плате за студенческое общежитие или о бытовых проблемах, с которыми они сталкиваются. Мы тут же, конечно, пишем сообщение о прокуратуре в виде депутатского запроса, и прокуратура проводит проверку. Сейчас есть несколько таких вузов в разных регионах, и мы действительно ждем каких-то результатов. К сожалению, есть разные проблемы, которые мы выявляли на самом раннем этапе. И, к сожалению, здесь министерства, такие как, например, Министерство здравоохранения, упустило все время, все возможности эту проблему регулировать. И вы знаете о том пожаре в Медицинском университете Пирогова, который унес жизни двух студентов иностранных. Это кошмар, то есть этого не должно было случиться. Мы получали оттуда сигналы об высокой плате. Плата была снижена. Мы пригласили в том числе и на площадку рабочей группы, которая с профсоюзами образования «Единая Россия» созвала. И на этой площадке выступал как раз ректор Пирогова Камкин. И, естественно, мы же накануне были в этих общежитиях, мы все видели. Это было год назад, как раз когда мы с вами встречались. И мы предупредили его обо всех проблемах, о возможных пожарах, потому что оголена проводка, сыпятся стены. И эвакуационные выходы перекрыты и прочее прочее. То есть это мы все видели просто. И, конечно, студенты нам очень много неприятных аргументов приводили в защиту своей позиции. К сожалению, ректор нас не услышал, но мы административно, конечно, вопрос двигали. И Министерство здравоохранения совместно с ВУЗом представило нам план реконструкции общежитий на 101 миллион рублей. К сожалению, как я понимаю, этот ремонт не был проведен. И противопожарная безопасность осталась на том же уровне. Поэтому случился этот пожар. Конечно, это настолько большое упущение, которое уже просто не может быть ликвидировано, потому что унесены жизни, которые просто не вернуть. То есть я не знаю, как университет выглядит, и Россия в целом выглядит в глазах родителей, которые своих студентов из далеких стран послали к нам на учебу. Это дети, которые выбрали профессию помогать другим людям. В итоге погибли сами. Из-за халатности руководства ВУЗа. Конечно, мы настояли на снятии ректора, его уволили. Сейчас мы пристально следим за действиями прокуратуры и вообще за университетом, потому что мы постоянно получаем какие-то сигналы от студентов, от преподавателей и так далее, и так далее в обстановке в ВУЗе. И, конечно, мы хотели бы, чтобы справедливость восторжествовала, чтобы те, кто ответственны за этот пожар, может быть, по причине халатности, может быть, недосмотра, и так далее. Это не важно. Мне кажется, что нужно заканчивать с культурой безразличия, пофигизмом, может быть, в какой-то степени, извините за такое сравнение. И если ты руководитель, значит, у тебя в твоем хозяйстве должен быть полный порядок. У меня сейчас на руках есть доказательства того, что не выполнялись предписания пожарников и всех прочих, и поэтому это все случилось. Так что пострадавших, правда, очень много, потому что надышались угарным газом, потому что не работали выходы, и все через пожар буквально пробегали, поэтому очень много ожогов. Поэтому, конечно, этого не должно больше повториться ни в одном ВУЗе, поэтому, конечно, мы очень жестко сейчас вообще даже не слушаем министерства, никаких профилей, у которых есть подведомственные ВУЗы, мы не ведемся на обещания, на сметы и прочее, мы просто сразу привлекаем к ответственности, и, конечно, очень жаль, что это все произошло, потому что Минздрав, конечно, здесь очень упустил, и лично министр здравоохранения Скворцова, я считаю, в этом виновна. Ну, будем надеяться, что этот закон действительно будет работать и будет работать эффективно, чтобы таких случаев просто не было. Ну, что касается самого закона, в большей степени, знаете, регламентируют само начисление платы за общежитие, то есть это вот касается закона, потому что учитывается теперь вместе с постановлением правительства три типа разных общежитий, то есть тебя не могут взять выше, если ты живешь в коридорном, например, типе, или там самый дорогой – это квартирный тип, да, есть блочный тип и так далее. Вы платите, формула стала прозрачной, вы платите только соц.найм, помноженный на занимаемую вами площадь, как правило, это 6 квадратных метров, соц.найм там от 2 до 10 рублей там в разных регионах, то есть получается у вас там 30 рублей, там, например, 60 рублей, и плюс ЖКХ, да, ЖКХ, естественно, тоже должны начисляться по счетчикам, которые должны быть установлены в этих общежитиях, мы провели мониторинг, у нас тоже есть сведения, где есть счетчики, где нет счетчиков, мы сейчас контролируем тоже их установку, чтобы администрация вузов внимательно к этому вопросу относилась. И как вот в доме мы против там общедомовых, да, то же самое здесь, то есть студенты не должны платить за ту площадь, которой они не пользуются, да, поэтому мы вот и сделали такой закон, приняли, и он сейчас действует. В этом плане у нас более-менее все урегулировано. Ну, слава богу, в этом вопросе более-менее все урегулировано, еще один такой болезненный, может, вопрос, хотя давным-давно у нас уже он работает, это система единого госэкзамена. В прошлом году начали ужесточать правила, в этом году продолжили, вот расскажите об этом. Да, интересно об этом поговорить, потому что он волнует абсолютно всех, потому что всегда каждый год у кого-то есть близкие, родные, знакомые, которые проходят эту процедуру. И всегда, конечно, общество очень... Возмущает. Да, возмущается, постоянно общество трепетно и нервно относится к этому госэкзамену, но в целом, конечно, хочу сказать, что он трансформируется, что самое главное. Но вот просто хочу тоже сказать родителям, которые нас сейчас смотрят. Просто чтобы вы сейчас понимали, что единый госэкзамен – это очень легко. И по сравнению даже с теми экзаменами, которые мы когда-то сдавали, это просто даже не сравнится, потому что наши обычные экзамены были гораздо сложнее. Что касается единого госэкзамена, то он сейчас действительно совершенствуется. Мы слушаем внимательно экспертное сообщество, мы сами, как партия, критикуем постоянно эту процедуру, и очень хорошо, что Рособранадзор нас слышит, работает партнером и постоянно совершенствует эту процедуру. Но он усложняется. Поэтому вот сейчас нет угадайки, первой части, части А. То есть невозможно просто выбрать наугад. Это что означает? Ну, часть сложнее. Возвращается сочинение. То есть уже в декабре дети писали сочинение, пока зачет, не зачет, но просто нужно привыкнуть и педагогам, быть готовыми к сочинениям, и детям быть готовым к сочинениям. Скорее всего, вернутся вот старые формы проведения сочинений, а это всегда сложнее, чем единый госэкзамен. И поэтому есть еще инструменты независимой проверки качества образования, которая сейчас будет внедрена на всех уровнях. Поэтому Рособранадзор будет проводить проверку не только дошкольного образования, потому что я выступала инициатором, но и школьного по итогам, это не только ЕГЭ будет, это на протяжении, там, сквозь несколько классов, и вузовского образования. Поэтому на самом деле общество есть запрос на хорошее знание, на достойное качество образования, поэтому все сейчас происходит. И система ЕГЭ тоже трансформируется. Поэтому я считаю, что предыдущий год было легче, два года назад было легче, несколько лет назад было еще легче. Поэтому, наверное, повезло тем, кто поступил вот в прошлые годы. Более того, даже бюджетных мест очень много, потому что демографический спад был как раз, и практически из, там, 680 тысяч выпускников поступают на бюджет, ну, что-то около, там, 640 тысяч, то есть буквально все поступают на бюджет, фактически, да? Нет, ну, я сколько знаю, у нас в государственном университете на филологическом факультете сокращают бюджетные места, наоборот. Что касается там журналистики, то это там отдельная история, мы сейчас там не будем ее подробно разбирать. Что касается в целом вообще единого госэкзамена и вообще тему поступления, она волнует, конечно, всех, но ЕГЭ, конечно, развивается. Что мы критиковали, что, вы знаете, появлялись, там, задания, кимы, контрольные измерители материала в сети. Проблема. Разбили по часовым поясам, да? Теперь доставляется это все спецсвязью. Нет возможности заранее посмотреть, заранее кому-то помочь, заранее прорешать и так далее, да? И родители не могут на это никак воздействовать. Просто никак. Что касается, там, рамок металлоискателей и всего прочего, прочего, тоже сложно пронести мобильный телефон. Что касается, в целом, атмосферы, то это, как правило, онлайн-наблюдение, да? И более того, даже федеральные инспекторы, да, которые прибывают сюда, которые обучаются и которые тоже блюдут соблюдение в самой процедуре и порядка регламента проведения экзамена. То есть есть кампания за честный экзамен, да? Самое главное, о чем должны беспокоиться родители, это за ответственный подход ребенка и вообще в целом семьи к подготовке ребенка. Ну и равные права каждого. И равные права. Что сейчас единственное, вот на что Единая Россия постаралась повлиять, потому что мы почувствовали где-то несправедливость, потому что вот в прошлом году была опубликована карта Рособорнадзора по количеству нарушений. И центральная полоса, и приволжский федеральный, как будто бы в большей степени нарушают, а остальные все нет, да? То есть как будто, почему так получилось, я спросила. Естественно, это несправедливо, потому что здесь больше наблюдателей, онлайн-наблюдателей, соответственно, обращений больше об этих нарушениях. Мы привлекли родительскую общественность, педагогов, с тем, чтобы обратить внимание не только на вот эти два округа, но и на всю страну. Соответственно, сейчас уже около трех тысяч наблюдателей работают именно по призыву Единой России, потому что здесь просто должна восторжествовать справедливость, потому что несправедливо, когда над твоими детьми вот все, весь интернет смотрит в аудиториях онлайн и смотрит, а здесь нет. Поэтому, конечно, вот в этом плане мы действительно повлияли прямо напрямую и отреагировал очень хорошо Рособорнадзор, потому что, с одной стороны, хорошо критиковать, как делают очень многие политические силы, а с другой стороны, хорошо быть внутри ситуации, влиять где-то на нее и действительно сообщать о нарушениях, для того, чтобы впоследствии не было проблем, может быть, психологической перегрузки и у родителей, и у ребенка, потому что, как правило, родители нагнетают еще дома. Ну, наверное, всем недовольным не угодишь, но, опять же, как вы сказали, лучший враг хорошему. Спасибо вам за беседу, спасибо вам за вашу работу. Ждем еще раз в гости к нам, приезжайте в Чебоксар и приезжайте к нам на телевидении. А я напомню, что сегодня у нас в программе «По существу» была депутат Государственной Думы Российской Федерации Алена Аршинова. Спасибо за внимание, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова